привет 21 июня это ост-вест во франкфурте арестованы три предполагаемых российских шпиона это граждане россии украины армении по данным федеральной прокуратуры они подозреваются в сборе информации для иностранной секретной службы все трое находятся находятся под стражей сообщает шпигель подозреваемые собирали информацию о человеке который приехал из украины и находился тогда в украине настоящее время находится в германии как утверждается этот украинец ранее воевал в рядах в су трое предполагаемых агентов установили с ним контакт и назначили встречу в одном из кафе франкфурта по данным шпигель украинец опасаясь нападения обратился в полицию которая задержала троицу в среду 19 июня в том самом кафе на следующий день федеральный суд выдал ордер на арест всех троих подозреваемые агенты вероятно использовали поддельные личности для тех кто требует в германии халифата будут предусмотрены более жесткие штрафы такому единогласному решению пришли министр внутренних дел федеральных земель это стало ответом немецких политиков на недавние демонстрации исламистов которые призывают к созданию халифата в германии главы мвд регионов призывают изменить уголовное законодательство мы не хотим видеть на наших улицах угрожающие милитаристские призывы к ликвидации немецкой конституции законами шариата и халифата заявил сенатор по внутренним делам гамбурга энди гротт от партии с дпг политики отметили что у органов власти мало полномочий для борьбы с такими собраниями поэтому федеральное министерство внутренних дел должно рассмотреть вопрос о внесении изменений в уголовный кодекс согласно резолюции в будущем можно будет наказывать любого кто публично призывает к устранению или замене конституционного строя соответствующие поправки могут быть внесены в статью 90 а уголовного кодекса германии эта статья предусматривает в том числе тюремное заключение сроком до пяти лет министры внутренних дел также обсуждают вопрос о том что должно считаться разжиганием ненависти а что не должно этот параграф хотят расширить для тех кто будет осужден по этой статье и кто не является гражданином германии должна быть предусмотрена депортация хороший отдых не должен быть дорогим лето уже началось и самое время бронировать все для отпуска если вы это еще не сделали сейчас есть шанс оформить себе поездку без больших затрат в этом вам поможет каталог от ост-вест райзен благодаря этому каталогу вы сможете очень выгодно съездить всей семьей в испанию или в другую страну европы именно в каталоге ост-вест райзен вы найдете классный отель со скидкой до 45 процентов все можно узнать конечно же онлайн подобрать комфортный отель поможет их каталог там все расписано максимально просто и понятно ссылка на каталог ост-вест райзен лежит в описании к этому видео но главное в них есть большое преимущество дети до 16 лет могут отдохнуть вообще бесплатно семейные путевки по выгодным ценам вы найдете в каталоге ост-вест райзен переходите по ссылке сканируйте qr-код и проводить это лето там куда вы давно хотели возле берлинского свободного университета всю ближайшую неделю будет разбить пропалестинский лагерь в нем будут около 50 студентов в 20 палатках организаторы утверждают что они официально зарегистрировали эту акцию в полиции они говорят что хотят создать открытое пространство для дискуссий чтобы обсудить нынешний сдвиг вправо репрессии войну в газе на месте в день начала акции было что полицейских в полиции уже заявили что за акции будет вестись круглосуточное наблюдение всю неделю до следующего четверга если количество участников будет стабильным и ситуация останется спокойной количество задействованных полицейских тоже сократят пока произошел только один инцидент когда прохожие начал оскорблять участников акции за палестину сейчас в отношении него ведется расследование в пресс-релизе активистов в инстаграме говорится что они организовали лагерь протеста в ответ на новый университетский закон берлинского сената дело в том что в конце марта произошло нападение на еврея студента в том же университете в фу на это отреагировал сенат берлина и принял решение ужесточить закон по которому студентов теперь можно будет отчислять случае доказанного проявления ненависти по отношению к евре плюс мы помним чем закончилась прошлая акция в поддержку газы возле фу берлин тогда в начале мая протестующие отказались расходиться после официального окончания акции а до этого они сорвали несколько занятий и руководство университета позвало полицию активистов задерживали некоторых с применением силы пропалестинским студентам тот эпизод запомнился и не добавил желания вступать в диалог с профессорой а также известны случаи когда пропалестинские протестующие оставляли антисемитские надписи и фразы в поддержку хамас вот что говорит одна из участниц лагеря возле свободного университета но есть люди которым не нравится то что мы здесь делаем у которых другое мнение большинство из них старается держаться подальше просто не смотреть на нас но бывают случаи когда прохожие нарушители и нарушительницы спокойствия просто приходят сюда и оскорбляют людей выдвигают необоснованные обвинения но мы рассматриваем это как провокацию призванную отвлечь внимание от того что происходит на самом деле а это геноцид в газе а вы против того чтобы израиль существовал как государство своей нынешней форме как я уже сказала мы за решение при котором все люди будут жить вместе в мире то есть вы за создание двух государств я уже ответила на этот вопрос честно говоря я бы не хотела так сильно фокусироваться на этом вопросе гентер циглер президент свободного университета фрай университет говорит мы предполагаем что полиция будет следить за тем чтобы лагерь был предназначен исключительно для мирного и свободного выражения мнения но при этом есть четкие ограничения антисемитизм расизм враждебное отношение к мусульманам и другие формы дискриминации а также любые формы насилия подстрекательства к насилию и порчи имущества являются для нас красной чертой если будет такое поведение мы готовы к возбуждению уголовных дел сказал он есть еще одна примечательная деталь в этой акции она проводится возле здания названного именем генри форда того самого который изобрел конвейер и создал современный американский автопром известно что он был антисемитом он распространял антиеврейские памфлеты так вот протестующие за свободную палестину говорят что их лагерь направлен против всех форм дискриминации включая антисемитизм и более того они хоть и не первые выступили с требованием переименовать здания хенри фордбау по словам организаторов переименование должно стать символом борьбы с историческим невежество невежество лидер консервативной партии хдс фридрих мерц полетал на военном истребителе еврофайтер мерц имеет лицензию пилота нередко летает на частном самолете diamond da 62 она военно-воздушной базе недалеко от ростока ему впервые разрешили взлететь вторым пилотом на истребителе еврофайтер но часть полета он пролетел сам в передней кабине находился подполковник немецкого ввс он находился в постоянном контакте с мерцем через микрофон после часового полета фридрих мерц вышел из истребителя с ухмылкой и сказал это совершенно другое измерение полета это было большое приключение было очень весело сказал 68-летний мерц основной пилот еврофайтер отметил что мерц все время держал газ и что ему удалось преодолеть звуковой барьер и набрать неплохую скорость более полутора тысяч километров в час мерц также поблагодарил солдат немецких ввс это фантастически подготовленные пилоты уважаю сказал мерц плот и истребители еврофайтер проходят подготовку в аэропорту лага около двух месяцев назад на истребители еврофайтер как раз таком же там же в том же месте летал генеральный секретарь нато янс толтенберг соединенные штаты разрешили украине использовать американское оружие на любой приграничной российской территории а не только на харьковском направлении об этом пишет политику со ссылкой на американских чиновников это означает что украина может использовать американское оружие для ударов по любым приграничным российским силам при этом один из источников политику подчеркнул что остается в насилие запрет сша на удары по российским целям с помощью дальнобойного оружия напомним ранее американцы а вслед за ними и немцы разрешили украинцам атаковать цели в россии но только на харьковском направлении потому что там сейчас идут наиболее ожесточенные бои и украина регулярно подвергается обстрелом российские провоенные телеграм-каналы сообщают что под анапой сбит российский вертолет к 29 один из этот каналов пишет в анапе наша же пво сбила наш вертолет один из наших панцирей нанес удар по вертолету по предварительной версии из-за неисправности системы свой-чужой по предварительным данным в результате крушения погибли 4 человека минобороны россии и украинские военные никаких заявлений по этому поводу не делали пожар на заводе военного концерна диль в берлине мог быть операции российских властей по данным газеты бильд одна из иностранных разведок передала информацию немецким спецслужбам что к пожару причастны российские власти вы наверняка помните как в начале мая всех живущих на юге берлина призвали не выходить на улицы было очень сильное задымление в лихтерфельде горел металлургический завод deal metal applications на частью города тогда поднялось облако ядовитого дыма концерн deal это крупный немецкий военный концерн который производит в том числе системы pvo iris-t для украины но дело в том что на берлинском заводе их как раз не производят там производили раньше мелкие металлические детали для электронных компонентов которые в основном используются в автомобильной промышленности почему если это была атака был выбран целью именно металлургический они военный завод не очень понятно пока кроме бильд об этом возможном российском следе никто не сообщает украина обыграла сборную словакии со счетом 21 голы забили николай шапаренко на 54 минуте и роман еремчук 80 минут в конце матча у словаков отличился иван шранц в начале игры так что украинцам пришлось отыгрываться и они отыгрались матч проходил в дюссельдорф и оттуда как раз это видео с украинскими болельщиками которые идут на стадион и вновь непогода подпортила футбольное настроение в берлине по состоянию на вечер обе фан-зоны в центре возле рейхстага и возле бренненбургских ворот решили закрыть из-за грозового предупреждения пишет что возможно даже торнадо любом случае сильные осадки и грозы ожидаются сегодня вечером по всей стране ожидается что погода нормализуется только к воскресенью вот видите карту они желтым обозначены районы где будут грозы красным и оранжевым осадки линии означают сильный ветер кельяну мбаппе звездному нападающему сборной франции который сломал нос в предыдущем матче с австрией запретили играть вот такой вот маски сегодня вечером 21 00 французы встречаются с голландцами на заключительную тренировку перед матчем кельян мбаппе вышел вот в такой защищающий нос маски цветах французского триколора но тут мешались чиновники уефа и испортили кельяну промоушен как выяснилось по правилам футбольные ассоциации используемое на поле медицинское оборудование должно быть простым и не иметь идентификации какой-либо командой или производителя тем не менее появление мбаппе на поле ожидается тренер сборной франции дидье дешам пообещал сделать все чтобы мбаппе сыграл а маску ему просто заменят на какую-нибудь другую благо у коллег мбаппе уже даже есть идеи по этому поводу в италии накануне пятеро грабителей ворвались в дом легендарного футболиста роберто баджо прямо когда обладатель золотого мяча смотрел матч сборной италии с испанией по информации газета курьера дель венето как только нападав нападавшие проникли в дом баджо попытался остановить одного из них но преступник ударил его пистолетом по голове после этого баджо его семью заперли в одной из комнат грабители забрали из дома часы драгоценности и деньги когда баджо понял что нападавшие покинули дом он выломал дверь и вызвал полицию экс-футболиста доставили местную больницу где наложили несколько швов на лоб жена и трое детей не пострадали сумку с паспортом и двадцатью шестью тысячами евро обнаружили в туалете на станции техобслуживания автобана верхней баварии нашедший оказался человеком честным и передал сумку работнику сервисной зоны тот тоже человек честный вызвал полицию как выяснилось сумку забыл двадцатилетний парень примерно через два часа он вернулся очень обрадовался получив обратно свои вещи видимо он слишком много думал о новой машине поэтому и оставил сумку в туалете так прокомментировали случившиеся полицейские дело в том что каждый кто что-то находит в германии тем более такие большие суммы денег или документы обязан сообщить об этом иначе его могут привлечь к ответственности данном случае нашедшему сумку полагается 790 евро в соответствии с гражданским кодексом германии может быть именно эти 790 евро нашедший кольчерек счастливчик решит инвестировать в покупку недвижимости она как сообщают нам немецкие издания германии подешевела за первый месяц этого года цены на жилье упали как в городах так и в сельской местности сообщает дзю дочит сайтом со ссылкой на данные федерального статистического управления в этом году недвижимость стоила в среднем по стране на пять целых семь десятых процента меньше чем за тот же период прошлого года это говорит нам о том что цены продолжают снижаться хотя и медленнее чем в прошлом году когда было зафиксировано рекордное падение аж на восемь процентов сильнее всего цены упали как ни странно в мегаполисах в берлине гамбурге мюнхене чуть поменьше городах тоже кельне франкфурте на майне штутгарте и дюссельдорфе эксперты прогнозируют что падение цен на жилую недвижимость скоро закончится многие люди больше не могут позволить себе собственное жилье а инвестиции перестали быть выгодными для крупных инвесторов вот этот мужчина ста двухлетний француз из марселя требует от франции возмещение ущерба за то что во времена нацизма он был вынужден работать тут принудительно трудовом лагере во вторую мировую войну сотни тысяч французов были насильственно депортированы в нацистскую германию для работы на немецкие военные нужды альбер карьере так зовут этого мужчину потомок итальянцев из ливорна отсюда французскую итальянская фамилия его предки эмигрировали в марсель с 14 лет карьере работал водопроводчиком сорок втором году он начал подрабатывать в ресторане чтобы обеспечивать свою семью а через несколько месяцев южную зону франции прибыли немецкие войска я был свидетелем печальных событий спустившихся на наш бедный рабочий район где проживало большинство эмигрантского населения вспоминает карьере этих бедных людей арестовывают по приказу французской полиции и бросают в объятия нацистов если бы я им только мог помочь писал он тогда в одном из своих писем а 13 марта 43 года арестовали и самого карьере и затем депортировали в нацистский лагерь людвигсхаффен так он разделил участь почти 750 тысяч молодых французов 60 лет потребовалось альберу карьере чтобы начать активно выступать на публике с рассказами о своем опыте прохождения через лайк теперь карьере говорит что намерен добиваться возмещения ущерба и никогда не сдаст я один из последних кто все еще жив из тех кому довелось увидеть лагерь принудительных работ и как я говорил и всегда буду говорить я буду бороться до конца несмотря на мой возраст несмотря на то что мне 102 года в то короткое время которое мне осталось жить я буду преследовать францию не само франция французское правительство потому что это они были виноваты в этом меня оторвали от семьи вот почему я требую возмещения ущерба и иду в суд с адвокатами это будет не стоит чего-то но я хочу чтобы франция заплатила мне то что она мне должна точнее французское государство и никому не желаю зла но правда считаю что то что было должно быть исправлено если к сожалению многие из депортированных людей не смогли добиться справедливости я смогу быть единственным и последним кто это сделает и я пойду до конца спасибо что смотрите нас напоминаю что если вы хотите поддержать уствест вы можете это сделать прямо в youtube для этого мы подключили функцию спасибо кнопка находится прямо под этим видео даже 2 евро помогут нам улучшить нашу работу больше лучше но мы обещаем делать для вас больше интересных видео хорошего вечера пока спасибо спасибо